Наш город стал участником Всероссийского фестиваля «Добрый лёд», который был организован фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея России и проводится вот уже с 2012 года. В минувшую субботу в рамках данного фестиваля на городском корте прошел турнир «Люблю папу, маму и хоккей». Мероприятие началось с построения участников, принесения клятвы судьями о честном судействе и приветственного слова организаторов мероприятия и представителей власти. Я желаю всем участникам спортивной злости, удачи, а зрителям хорошего настроения и здоровья. В фестивале принимало участие более 140 любителей спорта и не только среди детского населения. Взрослые также охотно провели время на корте. Хоккейные матчи проходили по трем дивизионам. Первый – участвовали семейные команды, то есть двое родителей и один ребенок. Всего заявку на участие подало 9 семей. Мы очень довольны, что в нашем городе начали проводиться такие соревнования, масштабные, можно сказать, которые сплачают всех наших зрителей и замечают нас здоровому образу жизни. Мы когда узнали, сразу согласились, и не общаясь в этих соревнованиях. Папа, мама, да? «Лю папу, маму и хоккей». Тут мы и проиграли, но все равно довольны своим результатом. Главное – здоровье. Будем рады еще поучаствовать, не раз. И желаем побед всем нашим землякам. Второй дивизион – юноши 10-12 лет. И третий дивизион представляли команды девочек в той же возрастной категории. На коньках я катаюсь давно, но хоккеем недавно начала заниматься. Мне очень сильно понравилось, я бы еще хотела. Игры проходили по олимпийской системе. Проигравшая команда выбывала из турнира. Игры шли довольно динамично. Несмотря на то, что турнир был дружеским, спортсмены показывали нешуточное рвение в забивании шайб. Каждая команда старалась завоевать звание сильнейшей и получить главный приз. Сегодня нам активную помощь оказывает волонтерский спортсмены у муниципального района «Вектор Добра». Они нам помогают как в период хоккейного мероприятия, так и во время проведения веселых стартов, во любой кухне. Не знаем, как бы мы могли обойтись без этой помощи, но ребята очень оказываются сильной нам в помощи. Параллельно основной программе на детской площадке проводились веселые старты для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Несмотря на холодную погоду, ребята с удовольствием побегали, покидали мячи, провели время не просто весело, но используя для здоровья. После подведения итогов победители в каждом дивизионе были награждены за первое, второе и третье место кубками и медалями от фонда Тимченко. Благодаря усилиям ФСК города Косли была подготовлена площадка для проведения этого фестиваля, оформлен хоккейный корт, за что им большое спасибо. Ну и также у нас были спонсоры и помощники, кто нам помог в организации. Это собрание депутатов Гвоздев Николай Михайлович, Грущанская Нина Давыдовна и также гастроном Хороший. Благодаря усилиям этих наших помощников мы организовали полевую кухню для наших участников, которую нам предоставила пожарная часть нашего города Косли. Ну и конечно хочется сегодня, чтобы вот в этот морозный день получили впечатление не только дети, но и взрослые, которые пришли за них поболеть. Я думаю, что мы такие фестивали будем проводить не только на территории города Косли. В следующем году также задействуем другие поселения нашего района. Анна Несвит, Косли, Информ.